всем доброе утро мы продолжаем нашу экспансию сторону лиги профессиональных рыболов в этом году мы выступаем с виталием галецким калек малек отправился на пенсию на заслуженную а мы мерзнем в перми на реке кама в этом видео мы расскажем как у нас проходили тренировки как было просто и легко или невыносимо жарко или тепло или холодно сыро сухо или еще что-то чудо бои сайшка солнышко дорогой ты наш человек горячо любимым и так рад тебя видеть на нашей земле я нас встречает вода видишь тихо сегодня готовим тебе ложек где ты будешь спать ну вот это вот ну ты знаешь с нами на рыбалочке по-другому нельзя да что-то это где мы этот самый лежанка матрас где твой матрас остался в санкт-петербурге мишанечка давай мы тебе расскажем нравится ли нам эта вода вода очень нам нравится с момента как мы приехали ты посмотришь вот спускали машину задние колеса были на конце плите а сейчас видишь сколько нет воды то есть метр двадцать метр тридцать наверно уже ушло воды вылезли повсюду великолепные пеньки просто чудесно врати внимание едешь как по минному полю если у тебя нет трека досвидули досвидули винт ну либо редуктор но пока у нас досвидули не было ни винту нет ни редуктор надеемся что и не произойдет да и мы дойдем до конца данного конкурса и надеемся победим благодаря тебе потому что ты счастливый ты как приезжаешь мы сразу находим точечки такие вот эти бетники вот эти вот наши любимые вот наши треки все пеньки отмечены вот такими знаками но сейчас второй день мы нашли новый путь где меньше пеньков и теперь ездим вот видишь объезжаем то есть они у нас остаются справа но есть также и слева еще но короче нам показалось что здесь даже капельку получше ездить более спокойно но они каждый день появляются новые их либо приносит ветром либо каким-то течением либо просто за счет падения воды вылезают новые друзья он видишь торчит его практически не видно а таких тут пеньков появляется каждый день там по одному по два то есть едешь отмечаешь новый пенек этот видишь старый он отмечен пенек с этим мы знакомы в нем мешаем но в принципе пеньки под закончились можно выезжать как вы помните наше путешествие закончилось тем что мы расфигачили редуктор по приезду в город ярославль мы быстро нашли новый единственное конечно был ушный редуктор то что новый невозможно найти их сейчас к сожалению невозможно привести мы быстренько сняли старые увидели что старому ну пришел из детс ну короче ситуация такая ребят сдернули мы редуктор ну проблема гораздо больше чем редуктор так как оборвала шлицы на штоке вся оставшаяся часть осталась внутри мотора но это прямо прямо осталась беда сейчас будем придумать как можно это вытащить скорее всего придется просверливать дырку нарезать резьбу как-то выдергивать но и возможно придется снимать мотор и разбирать его это было очень сделать сложно но тут пришла соображаловка андрей юрьевич придумал что можно сходить купить магнитик и магнитиком попробовать его достать оттуда хотя многие мне сказали что его там закусывает в случае когда идет но обрыв и его достать невозможно надо наваривать как-то но что-то как-то в эту историю не очень сильно верил в итоге сходил купил такой магнитик такой длинненький такой цилиндрический взял палку длинную потому что надо было вот примерно вот такое расстояние вот такое расстояние откуда его надо достать деревянную деревянную до палку к ней при фигачил болт на болт при фигачил магнит но он сам приклеился но хорошо что-то ребята которые были в сервисе они сказали но его но если мы его при фигачим к оставшейся части вала то магнит останется там внутри следовательно что мы еще сделали мы взяли сделали термоусадку одели термоусадку обжали термоусадкой конечно же это все протестировали на металлической поверхности магнит остался на деревяшке следовательно магнит не мог остаться в двигателе все засунули да и вынули новый редуктор шпоник после того как мы поменяли редуктор следовательно было переклеить лодку лодочку мы быстренько шер-шер-шер переклеили она теперь у нас новом дизайне обновленном в таком легеньком светленьком даже говорят все участники пола что он незаметен на воде но мишаня с правой стороны по моему сейчас мы подходим какой-то непонятной ситуации вот короче переклеили быстро лодку но что мы готовы выезжая в фильм виталик уже тоже выехала завтра у нас день сегодня день ночь и завтрашний день это вся дорога потом прием отдохнем 7 числа наверно выйдем уже на связь там мы кое-что там с лодкой будем делать а восьмого уже будем на воде постараемся что-нибудь там может поймать еще не короче вот этот оставайтесь с нами там ставьте колокольчик и дубинчик в комментарии все остальное короче все мы погнали общее расстояние от ярославля до базы непосредственно 1300 километров сейчас осталось уже 299 дорога скажем так практически идеальная везде хороший новый асфальт на трассе практически нет транспорта мы всю ночь в принципе ехал ночью всегда нет транспорта все офигенно природа вообще огонь последние 200 километров по моим ощущениям постоянно едем в гору то есть мы поднимаемся куда-то поднимаемся по ходу дела на уральский хребет сейчас заберусь на самый наверх так что вот а вокруг красотища природа такая правда не зверей нифига никого всю ночь ехал что-то там один заяц сидел пару белок пробежала белки настоящие то есть живые прям проезжаем гэс это конец нашей зоны самая нижняя точка нашей зоны куда ниже нам нельзя туда нам нельзя только слишком много и подходили что и с левой стороны сейчас наша зона откроется где можно ловить рыбу там волнишка вроде какая-то такая добрая а сюда мы наверно не пойдем виталий поехал из новочеркасска я поехал из ярославля не было ехать 1300 километров виталия намного больше 2 300 виталий притащил запасную лодку свою на вот и приехал виталия я притащил нашу которая до мы которой будем выступать надеемся она нас не подведет и нам не придется воспользоваться вот этой запасной лодкой и чего это оказалось здесь ничего нет едем дальше но приемок был хороший вот по приезду мы что сделали мы заложили день отдыха но к сожалению нам не удалось отдохнуть почему да все потому что мы решили поставить дополнительное оборудование в катер а именно мы установили даже не знаю сколько паноптикс виталик занят любимым делом ставим раз два три четыре четыре монитора для паноптикса будет стоять дополнительно вторая крутилка куча проводов все разобрали но сегодня на тренировку все равно нельзя уходить зашли меня там можно так что время есть все сделаем канистрочки наши бензина татары любимая на андрей петерцов не ловите не видеть но маленький он там сидит столяном чет елисеева нет как обычно спит в итоге мы поставили дополнительных три башки виталий их связал в какую-то сеть теперь можно на каждом из приборов вывести показания с любого датчика и посмотреть что там делает товарищ дружок в лодке блин кого он там ловит или не ловит гравиталик дырявит лодку затем поменяли проводку на стартовый двигатель потому что у меня не заводился двигатель а когда переносили аккумуляторы просто-напросто взяли и нарастили провода что нельзя касса делать на двигателях на меркури потому что небольшая даже потеря мощности напряжения приводит к тому что двигатель не запускается ну ты помнишь мишань когда вот это на нас боржа вот это на езжала и мы таки а он не заводится вот теперь нас заводится каждый раз независимости боржа на нас идет или еще кто короче первый день мы вот потратили не место отдыха на полностью переделку лодки то есть но я переделали всю всю проводку туда-сюда короче что все сделали и на следующий день мы выехали на первую тренировку посмотрите как все участники готовятся соревнования никто еще не ушел только самый топовый экипаж чуланов галицкий не спит и уже все готов отъехать ну правда галицкий решил опять не может успокоиться горит профессиональные навыки надо оттачивать каждый день если их не оттачивать то будет не очень решили посмотреть сразу же изначально максимально подальше уехать чтобы ознакомиться акватории как она вообще выглядит на протяжении большого расстояния то есть в районе база она одна конечно же в районе там не знаю реки сылова часовая и еще там что-то то есть в низовья внизу в ях а потом уже в верховьях других рек она абсолютно другая там другая вода другая рыба там все другое для первого пойдем или че там не произошел нюанс первая поклевка пермская пермская поклевка да ладно вот эти вот щуки грязные надоели эти мне кажется щуки щуки грязные поклевают постоянно короче я полю кое-что прокатились с виталиком посмотрели поняли что за 20 дней нам ни хера тут не понять если честно так то вот прям вообще вот потому что водички там очень много если ты хочешь мы тебя на часовую и на силу отвезем ты посмотришь что река часовая нифига не уже чем река кама а сылова может ну поуже ну ну на треть наверно поуже на половину не поуже на треть она поуже то есть в каму впадает две огромных реки слава богу что владимиру васильевичу иноземцу большое спасибо шоу обрезал нам часовую и сказал нельзя там ловить рыбу только там ну короче до слияния с рекой с но не знаю там чё отрезал нам половину камского водохранилища будь оно неладным блин тоже слава богу потому что туда еще надо полгода ездить что там что-то понять мешая как слышно братуха и за привет короче ребят нас два дня прошло сейчас середина третьего дня сейчас нас предстоит полупало записать из-за этого такие красивые модные стильные молодежные спокойные спокойные уверенные в себе с рыбой такая ситуация не особо понятно как мне кажется ну не знаю ну это он так думает на самом деле все понятно вернее говорит я первый день было совсем все туго в плане того что не могли понять вообще этот водоем второй день какое-то с легкое понимание легкое приходит конечно но рыбалка будет тяжелая по крайней мере пока водоем точно не щучий наверно больше сюда куда ну щука очень трудно щука трудно да и к сожалению мы не видим пока нужных нам размеров первый яркий момент наступил вечером когда мы пошли в гору караоке бар и напились там чаю и танцы андрюхи просто зажег он он просто зажег все были в восторге татары были в восторге местные администраторы вот и пол база вообще просто они рукоплескали ну а если касательно рыбалки то что наверное запомнилась андрюхи на щука когда он очередной раз говорю по телефону и вот так вот подыгрывал какой-то приманкой вот какой-то нарвалом ты подыграл чепител 23 сантиметра в виде по парламенту по парламенту вот он пепер леменом этим подыгрывал и восьмерочка такая она решила что пора съесть ее и там делся просто пока паноптикс паноптикс ты мне не верил ты говорил просто тряс 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 и до тряс нормально на самом деле мы засчитать эту поимку как поимку ну не наверное нельзя потому что так как место такое паленая мы решили не принимать рыбу на лодку и аккуратненько и стряхнули прямо в воде то есть посмотрели убедились что рыба соответствует нашим ожиданиям и прекрасные и отпустили это такой запоминающийся момент потому что здесь таких рыб не очень много может быть там где-то вот все куда поехали там их много но вот в этой акватории ближайших 100 километров таких рыб очень немножко вот и а потом ну мишань все как обычно на тренировках ничего не меняется честно скажу . ты ездишь каждый день какой-то новой локации смотришь какие-то бровки косы не знаю ямки еще что-то там вот этой коряжки блин видишь коряжку интересно кидаешь приманку если кто-то клюнул отмечаешь если посмотреть у нас на карте мы тебе можем потом после этапов показать сколько у нас отметок там где непосредственно мы то есть все отметочки которые у нас определенного цвета и определенным значками эти покажу ты скажешь ни хрена сколько же вы рыбы то поймали но рыбы то мы поймали не так много но но она клевала хотя почему нормально мы ловили эти скажу что мы зачастую на тренировках столько рыбы то и не ловили как ловили . но ловили блин потому что выдающихся результатов не было ну не было но мы не лошары мы ловили было правда один день по моему нет это виталик от нуля спас нас то есть нас должны с нулем мы ни разу не были то есть самый минимальный за тренировки была одна рыбка но она же была и немаловажно чтобы не падать духом знаешь что ты делаешь что-то не так но были моменты когда знаешь прям вдохновение такого тему нашли там поймали там семь там пять рыб блин там видели 28 но не обязательно же на тренировках ловила срезала клевала ну короче стерилизации у нас жопа то рыба мажет то она в поводок бьет то как бы мы ее видим она выходит идет тюкает закрытым как говорится этим самым хлебалом либо еще чет все учета происходит но нихрена не поймать не можем но мы уверены мы настроимся мешая ты же у нас веришь если мы наладим хотя бы на 90 примерно пять процентов у нас будет офигительный результат я прямо уверен в этом вот если будет 95 а у нас будет 95 но потому что здесь рыба не клюет час она мажет тыкает бодает зачастую после поклевки вытаскиваешь на приманки не следов ничего вообще нет но поклевка была стандартный судачок что те попросили фоточку тебя да зачем он мелкий ну с чем фотографируется мишанечка было бы с чем мы быть тебе вы конечно же можете она клевые места не возим у тебя просто привезли показали что мы как бы рыбейку это вроде как бы побираю но не очень мешая мы попали в непогоду нас сдувает ураган позволить что творится на улице так проходит каждый день тренировок мучительно либо зной жара либо ветер и дождь но мы держится либо купаемся загораем в сортах либо наслаждаемся видами и красотами под крышей в лодке но это и другое мы делаем под крышей виталий к совету юрич ну чё там все там воде так слушай видимость видимо уже паноптикса лучше чем меня нормально все по-прежнему хорошо щук нет продолжаем искать галецкий перегрева называется короче с погодой тут ситуация какая как только мы приехали был какой-то дикий ветер 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 потом ветер закончился наступила неимоверная жара сколько она виталик был ней наверно мне кажется больше мы короче там купались там туда все там тренировались патентика но все хорошее когда-то заканчивается мы просили солнышко не жарить так сильно и она вообще ушло близко к сердцу восприняла чуть-чуть она переделала все короче наступило холодно с утра минус плюс минус плюс 5 днем там 12 13 14 градусов тепла ну иногда дождик короче теперь мы просим солнышко пожалуйста возвращайся и мы готовы шортах а продолжать ходить потому что зимней одежды у нас нет мишанечка мы мерзнем блин у меня вообще даже кофточки нет никакой у тебя есть кофточка мешая ты тоже будешь мерзнуть знал куда есть плюс 30 это это друзья у нас сегодня прекрасный тренировочный день видали почему у нас прекрасный потому что сегодня у нас ол инклюзив а все почему потому что мы идем к татарам на обед татары ездят с мангалом со всеми вот этими короче с баранами сегодня мы оказались в зоне их видимости поэтому были тут же приглашены этими гостеприимными отличными людьми профессионал профессионалами работаем дорогой наш владимир игоревич в этот раз мы тебя поздравляем с берегов перми именно камская там а течет ну хрен какая-то река течет короче нас сюда засал владимир азенцев и поздравляем эти отсюда же я хотел тебе пожелать чтобы у тебя как можно было больше людей на которых ты мог положиться и почаще улыбаться но я буду тебя поздравлять не один с нами марат арарат марата здоровья долгих лет жизни володя чтобы все получалось чтобы фирма процветала здравствовала тебе искали по два слова ты перебрала желать из-за сочи чтобы обед был как минимум не хуже чем у нас сегодня все игоревич поздравляем тебя с дня рождения там туда-сюда приподнял обнял ты все готовится потихонечку обед цукини это да цукини уже готова хлебушек уже поджарили здесь тенек хорошо лодочки стоят красота неописуемая до на этом наше видео неожиданно заканчивается продолжение смотрите следующей серии оставайтесь с нами никуда не прекращайтесь бейте колокольчики губинчики оставляйте комментарии рыба клюет отлично не волнуйтесь у нас все хорошо